Культурный шок. Сомнения в эффективности и безопасности пробиотиков. Когда вы делаете квашеную капусту дома, вам не нужно добавлять какие-либо бактерии, чтобы заставить ее бродить. Потому что бактерии, продуцирующие молочную кислоту, уже присутствуют на капустных листьях прямо на поле. Это предполагает, что сырые фрукты и овощи могут не только быть источником пробиотиков-клетчатки, но и источником новых пробиотиков. Исследователи работали над изучением этих бактериальных сообществ и обнаружили две вещи. Во-первых, сообщества в каждом типе продуктов значительно отличались друг от друга. Таким образом, плоды деревьев содержат бактерии, отличные от овощей на земле, а виноград и грибы тоже относятся к своим отдельным мирам. И если действительно эти бактерии окажутся полезными для нас, это будет подчеркивать важность потребления не только большого количества, но и большого разнообразия фруктов и овощей каждый день. Во-вторых, они обнаружили, что существуют значительные различия в составе микробного сообщества между обычными и органическими продуктами. Это подчеркивает потенциал влияния на здоровье человека, различий бактерий традиционно и органически выращенных растений. Но мы не знаем, какое влияние. Они нашли разные бактерии в органических и обычных растениях, но мы недостаточно знаем о бактериях фруктов и овощей, чтобы определить, какие бактерии полезнее. А что насчет пребиотических добавок? Я говорил о потенциальных преимуществах, но, похоже, существует издательский предрассудок в научной литературе насчет пребиотиков. Это особенно заметно в фармацевтических компаниях, где спонсор, компания-производитель, оплачивая свои собственные пребиотические исследования, может не сообщить о негативных результатах, не публикуя их, как будто бы этого никогда не было. И мы, доктора, видим только положительные исследования. Используя сложные статистические методы, они оценили, что целых 20 нелестных исследований пропали без вести. И даже в опубликованных исследованиях, даже когда авторы были непосредственно спонсированы некоторыми компаниями йогуртов, о конфликтах интересов часто не сообщалось. Также были опасения по поводу безопасности. Обзор для Агентства США по исследованиям и качеству здравоохранения заключил, что есть недостатки оценки и систематической отчетности неблагоприятных событий в интервенционных исследованиях пребиотиков. Поэтому, хотя имеющиеся данные в рандомизированных контролируемых испытаниях не указывают на повышенный риск для людей, текущая литература не может с уверенностью ответить на вопросы о безопасности пребиотиков. Это исследование немного испугало людей. Острый панкреатит. Внезапное воспаление поджелудочной железы находится на подъеме, которое может стать опасным для жизни в некоторых случаях, когда бактерии прорываются через наш кишечный барьер и заражают наши внутренние органы. Антибиотики, похоже, не работают. Так как насчет пребиотиков? Это вроде бы сработало на крысах. Если вызвать воспаление, разрезая их и механически повреждая их в поджелудочную железу, пребиотики не только оказываются эффективными, но и не оказывают вредного воздействия. Итак, половина людей с панкреатитом получила пребиотики, половина получила сахарные таблетки, и в течение 10 дней смертность в группе пробиотиков взлетела по сравнению с плацебо. Более чем в 2 раза больше человек умерли на пробиотиках. То есть пробиотики для острого панкреатита, вероятно, не очень хорошая идея. Но кроме того, пробиотики больше не могут считаться совершенно безвредными. Исследователи критиковали за то, что они не рассказывали пациентам, не предостерегая пациентов от риска, прежде чем подписываться на исследование. Субъектам исследования сказали, что пробиотики имели долгую историю безопасного использования без каких-либо побочных эффектов. В ответ на критику исследователи ответили, что не было никаких известных побочных эффектов до исследования. Субтитры создавал DimaTorzok